Есть две новости, плохая и хорошая. Плохая? Рынок предсказать нельзя. Хорошая? Чтобы зарабатывать деньги, этого и не нужно. Эксперт трейдинга Брюс Бэбкок. После первого подвига Эврисфей послал Геракла убить лирнейскую гидру, чудовище с телом змеи и девятью головами. Одна из голов была бессмертна. Раскалив на огне стрелы, стал Геракл пускать их в гидру. В ярость привели гидру стрелы. Она выползла, обвелась вокруг ног героя и силилась свалить его. Как скала стоял герой и взмахами палец избивал головы гидры. Но на месте сбитой головы вырастали две новые. Геракл призвал на помощь своего друга Ялая. Ялай горящими стволами деревьев прижигал гидры шеи, с которых Геракл сбивал головы. Все слабее и слабее сопротивлялась гидра. Наконец слетела и бессмертная голова. Глубоко зарыл ее бессмертную голову Геракл и навалил на нее громадную скалу, чтобы не могла она опять выйти на свет. Второй подвиг, который должен совершить трейдер, чтобы стать настоящим трейдером, это справиться с гидрой. Гидра, которая на всех нас окружает, это наши собственные недостатки или просто человеческие качества, которые, может быть, в повседневной жизни были бы уместны, но для трейдера это просто смертельный номер. Во-первых, это жадность. Мы приходим на рынок, конечно же, с желанием заработать деньги. И понятно, что, конечно же, мы хотим максимально большую прибыль. Но, как правило, именно жадность заставляет нас, например, взорваться в сделках, даже прибыльных. Как правило, именно жадность заставляет нас торговать тогда, когда надо посидеть на заборе, выждать паузу, подождать, пока рынок устаканится и станет нам понятным. Мы можем ошибиться, нам может он только казаться понятным, но хотя бы надо научиться торговать только на том рынке, который тебе теоретически кажется понятным. Мы должны победить в себе некоторые другие качества. Ну, например, проблема многих трейдеров, особенно начинающих, это вот такая поза перед компьютером. Весь мир не существует, ты смотришь на монитор, ты все время следишь за графиком, ты как бы живешь в этом графике, хотя вот с этим своим присутствием около компьютера ты ничего не изменишь на рынке. У меня был такой период много лет назад, когда я мог часами безотрывно смотреть на движение графика, и мне казалось, что отойти от компьютера это, ну вот, нечто вне нормы, это какой-то форс-мажор. Я с этим справился очень просто, я стал открывать сделки, ставить стоп-лоссы, чтобы не оказаться в просадке выше максимально прогнозируемой мной, и уезжать в спортзал, в фитнес, где у меня не было телефона, подключенного с интернетом, и, соответственно, я по умолчанию ходил или бегал по беговой дорожке, возвращался в офис или домой, открывал компьютер и видел, каков результат моего прогноза и открытые в соответствии с этим прогнозом сделки. Вот это умение управлять собой, это, пожалуй, самое необходимое. Я сравнил борьбу с собственными недостатками трейдера с Гидрой по одной простой причине, а мы, насколько мне кажется, мы не способны победить свои недостатки окончательно. Мы можем только вот как в истории с Гераклом постараться прижечь эти вечно вырастающие головы и бессмертную голову зарыть как можно глубже, где-то вот внутри себя. Справиться с собой вам поможет прежде всего, наверное, опыт других трейдеров. И в этом смысле очень полезно в социальных сетях пообщаться с трейдерским сообществом, потому что, когда мы остаемся один на один с компьютером, с графиком, кажется, что существует только рынок, который зачастую нас попросту убивает. Существует только вот этот вот монитор. И существуем мы один на один со своими страхами, растерянностью, рисками, предположениями. Общение с другими трейдерами, оно может не обогатить вас прогнозами, но оно как минимум обогатит вас психологически. Вы увидите, что ваши недостатки сравнимы с другими. Вы увидите, что ничего нет страшного в ряде этих недостатков только в одном случае, если вы сумели их оседлать и сумели их закопать как можно глубже. Субтитры создавал DimaTorzok